Говяжья печень Говяжья печень Говяжья печень не накапливается в организме, именно поэтому для нас так необходим. Мы его расходуем просто со скоростью света. Особенно этот продукт окажется полезным для беременной женщин, которые просто нуждаются в B12, как в воздухе. Соответственно, те девушки, которые планируют стать мамой или уже мамой, ешьте печень. Профилактика анемии это, получается, профилактика малокровия, вот так в народе говорят? Да, в народе так и называют, но на самом деле это заболевание плохо тем, что у человека снижаются адаптивные функции. Он чувствует хроническую усталость, недостаток сил, плохо начинают думать, часто появляется тахикардия и одышка. И многие люди думают, что они имеют заболевание сердца, либо легких. А по сути у них может быть просто хроническая анемия, из-за которой у организма просто нет сил за счет гипоксии. Гемоглобин не способен переносить кислород в клетки мозга, если его просто мало. Он не справляется. Лайфхак для работодателей. Если ваши сотрудники стали плохо работать, в вашей столовой обязательно приготовьте печень. Только печень, чтобы они ее ели. Обязательно. Вдруг продуктивность повысится. Так, чем еще полезна печень? В печени содержится холин. Это то вещество, которое помогает бороться с хронической усталостью, с перегрузкой, информационной перегрузкой. Помогает нашему мозгу расслабиться и адекватно перерабатывать информацию, переводя ее в полезную для нас. И мозг просто отдыхает тогда, когда мы употребляем этот продукт. Поэтому печень также будет полезна для сотрудников офиса. Точно! Дайте своему мозгу передохнуть. Лучше напрягите желудок. Пусть он переваривает пока что эту печень. Чем еще она полезна? Она полезна очень для девочек. За счет того, что там содержится биотин. Это вещество, которое помогает нашим волосам и ногтям быть эластичными, хорошо расти, иметь здоровый блеск и шелковистость. Такой же блеск, какой это и печень, посмотри. Ногти становятся плотными, длинными и имеется хорошая ногтевая пластина. Поэтому нет никаких поломов и пятнышек на ногтевой пластинке. Так что, девочки, налегайте на печень. Так, для волос, ногтей. И в последнее время для нас очень актуальна защита от инфекции. Так вот, в печени содержится витамин В5, который помогает активировать иммунитет и именно бороться с вирусными инфекциями. Поэтому, если вы переживаете, если вы переболели уже инфекцией, вам требуется период восстановления, либо в активной стадии заболевания, печень просто незаменимый продукт. Также в печени содержится большое количество витамина А, об этом знают многие. Это полезно также для иммунитета, это полезно для работы нашей же печени и для поддержания хорошего, адекватного иммунитета, для хорошего зрения, для формирования половых гормонов. Особенно девочкам в подростковом возрасте, когда они переживают перестройки в организме, печень просто незаменимый продукт. Также для женщин в климактерическом периоде, когда происходит дефицит половых гормонов, печень помогает эти дефициты компенсировать. Поэтому продукт этот очень полезен зачастую не только девочкам, но и мужчинам. Он поддерживает состояние сетчатки глаза. Это профилактика нарушения зрения. Если вы работаете за компьютером много, печень поможет сохранить зрение острым и глаза будут меньше уставать. Печень прекрасный продукт. Как готовить печень, чтобы не было вот этого вот запаха и сколько вообще ее есть? Печень на самом деле готовится достаточно быстро. Ее надо хорошо промыть, удалить всевозможные прожилки, удалить поверхностную пленочку. Можно замочить в молоке, тогда этого запаха не будет. Но, как известно, из печени мы делаем и котлеты, да, оладушки печеночные. Также из печени можно приготовить суп и добавить туда еще дополнительно суп-продукты. Пожалуйста, вариантов миллион. Суп из печени? Конечно. Я знаю прекрасный паштет из печени. Вот прям с морковкой, побольше лука. Потому что я смотрела одну кулинарную программу и там говорили, что печень очень любит лук. Сладкий лук, если его много положить, он забивает этот вкус печени и получается прекрасный, нежнейший паштет. На самом деле есть можно в любом виде, лишь бы вам было вкусно и полезно. И хотя бы раз в неделю? Хотя бы раз в неделю достаточно съесть 150 грамм печени, и это покроет вашу всю недельную потребность в витаминах. Ну что, вам жалко, что ли? Поешьте уже печень! Будьте здоровы! Алина, спасибо тебе большое! Будьте здоровы! Пойдем готовить паштет! Пока!